Всем привет! Продолжаем разбираться с Linux. Сегодня у нас тема работа в консоли. То есть мы так быстренько пробежимся по тому, какие бывают у нас консоли, оболочки и самые распространенные команды рассмотрим. Это просит нас делать LPIC только сейчас, но я думаю самое время. LPIC нам выделяет на работу в командной строке целых 4 вопроса в течение своего экзамена. И вот такие требования просят у нас. Надо уметь работать в оболочке, понимать, что такое оболочка, настраивать под себя оболочку и выполнять ряд таких наиболее используемых команд. Плюс разбираться с тем, что такое переменные среды. Мы это все сейчас делаем на практике. У нас всего парочка слайдов. Первый слайд, это вы видите самые распространенные оболочки. LPIC уделяет внимание только BornAgainShell, башу нашему родному, поэтому мы будем работать только по нему. В дальнейшем, когда будет у нас следующий курс, разберем остальные оболочки тоже так немного. Сегодня у нас все по башу. И из основных команд вы их уже в основном все видели. Из нового у нас с вами будет сегодня Touch. Это команда, которая нам позволяет обновить время редактирования файла или создать пустой файл, что очень удобно. Кроме того, мы работаем со справкой сегодня и разбираемся с тем, что такое переменные среды. Все эти команды сейчас будем использовать на практике, поэтому я так особенно про них рассказывать сейчас не буду. Зашли в Ubuntu и подняли свои права до суперпользователя команды. И все до минус i, как мы обычно и делаем. Прежде всего посмотрим, какая у нас используется с вами оболочка. Значит, если говорить об оболочках, как я и говорил, мы с вами говорим только о баше. Баше – это наиболее популярная в среде Linux командная оболочка. При помощи нее мы, собственно, взаимодействуем с операционной системой. Это не просто командная строка, это целая программированная среда со своими сценариями, переменными, каким-то синтаксисом. То есть все эти оболочки ведут себя немножко по-разному. Увидеть, какую оболочку использует наш конкретный дистрибутив, мы можем в файле etc.passwd. Тут у нас видно огромное количество пользователей. Например, вот мой пользователь, и мы видим, что он использует bin-bash, то есть наш уборный gain-shell. Ну, что и нормально для Ubuntu. По умолчанию она использует у нас с вами баш. Если говорить об этом баше, мы можем посмотреть с вами, например, ну, давайте глянем. Мы с вами находимся сейчас в домашней папке моего пользователя. И вы видите, по умолчанию мы видим, у него тут документы, загрузки, все как всегда. Если мы воспользуемся командой ls с ключом –a, то есть просмотреть все, all, мы увидим здесь еще огромное количество скрытых файлов. То есть вот они все у нас, которые начинаются с точки. Это скрытые файлы и скрытые директории. И мы можем с вами здесь посмотреть настройки нашего конкретного баша. Вообще, глобальные настройки оболочки у нас находятся вот здесь вот в папочке etc. В файле profile. И здесь у нас находится глобальная настройка нашей, видите, born-shell. Тут, в принципе, много различных настроек. Тут, опять-таки, нужно понимать языки программирования, на которых это все написано. Это не входит в нашу задачу. Мы здесь должны понимать то, что в основном здесь у нас есть настройки prompt statement. Statement – это вот он, ps1. Это, в частности, то, как выглядит у нас начало каждой новой строки. Вы видите вот здесь настройки него. А здесь снизу настройка, например, user mask – это настройка создания новых файлов. Но это все настройки оболочки. Что я имею в виду, когда я говорю, как выглядит каждая новая строка? Как вы видите, у нас строка начинается с имени пользователя, двоеточие и тильда, смотря где мы находимся, нам перечисляет. Мы можем настроить каждую новую строчку так, чтобы он нам не показывал имя пользователя. Показывал полный путь, относительный путь и вообще много чего. Хоть время пусть туда выводит. Это такая уже детальная настройка внешнего вида баша. Что я вам тут хотел по нему показать? А вот домашняя, значит, наша папка. И у нас здесь есть наш файл – profile. Вот он. Это уже настройка баша для конкретно нашего профиля. То есть, если мы сделаем с вами im.profile. Мы здесь опять видим некий сценарий. И, в принципе, здесь просто ссылка на вот этот bash.rc. В bash.rc тут уже у нас находятся настройки внешнего вида этой оснастки. Мы сейчас ничего здесь не редактируем, потому что у нас поверхностное знакомство просто с Linux идет в течение этого курса. А уже настройку внешнего вида будем изучать, когда будет следующий LPG, второй у нас. Вот здесь у нас уже конкретно настройки всего. Какая у нас, сколько у нас хранится история команд. Как выглядит, каким шрифтом выделять что. То есть, например, мы можем выделить так, чтобы путь выделял красным цветом, имя пользователя, зеленым цветом и так далее. Все это делается вот здесь. В настройках вот этого файла. Опять же, синтаксис, его сейчас мы не разбираем. Вам нужно знать просто то, что в домашней папке пользователя есть файл profile, в котором чаще всего находится просто ссылка на bash.rc. А вот в bash.rc уже находятся все детальные настройки оснастки. И через этот файл как раз лучше всего ее под себя и настраивать. Можно его редактировать, а можно посылать через консоль команды, которые будут изменять эти файлы. Есть определенный синтаксис. Теперь по базовым халло-командам. Значит, у нас есть команда эхо. Эхо у нас выводит текст в консоль. То есть, если мы напишем с вами эхо hello, результатом будет вы видите hello. То есть, он распознает у нас, наш вот этот вот bash распознает первое слово как команду эхо, а второе слово как аргумент этой команды. Если мы хотим вывести в консоль несколько слов подряд, нам нужно взять их в кавычки, потому что он споткнется на пробелах. Мы сейчас так далеко не будем заходить. Мы попробуем выполнить ряд команд. То есть, эхо hello, точка запятой, что для оснастки нашей равносильно новой строчке или новой команде. И затем, например, лист, то есть перечень файлов. Видите, сначала он выводит там hello, потом выводит перечень файлов. Можем сказать после перечня файлов еще что-нибудь скажи нам, например, пока эхобай. И вот мы видим, у нас команда выполняется так, как мы им сказали. Привет, перечень файлов и пока. Так у нас работает эхо. Понятно, что у нас не все слова это команды. То есть, мы с вами можем, в принципе, создать команду, можем привязать внутри нашей оболочки команду к какому-то псевдомиму. То есть, мы можем создать условные такие ссылки и сказать то, что у нас будет, например, не эхо команда, а там какой-нибудь привет. И привет будет вызывать команду эхо. Это опять детальные настройки баша, это продвинутое администрирование. Сейчас просто с вами поглядим, как, например, создать свою команду. То есть, если мы, допустим, напишем шторм. Такой команды у нас нет. Но мы можем создать файлик шторм, который будет что-то делать. Есть у нас такая команда cut. Вы помните, она у нас может выводить текст файла в наш терминал. То есть, если мы cut и текстовый файл, мы в терминале его видим. Если мы пишем v или vim текстовый файл, у нас открывается редактор, в котором мы можем этот файл редактировать. Cut у нас просто выводит какую-то информацию на экран. Кроме того, что cut выводит какую-то информацию на экран, он может вывести ее в файл. Чтобы что-то вывести куда-то, у нас используется вот такая вот стрелочка вправо или знак больше. То есть, эта команда будет сейчас работать с тем, что находится справа от этой стрелочки. И мы создадим с вами файл шторм. Если бы мы написали меньше и стрелочку в обратную сторону, соответственно, мы бы взяли информацию. Но для cut это бессмысленно. То есть, cut передает сейчас в шторм что-то. И что мы будем передавать? Передадим команду echo. Ну и пусть какой-то набор символов, не знаю, такой просто будет. После того, как это сделали, нажимаем Ctrl-C. И можем посмотреть, появился ли у нас такой файл шторм. И видим то, что у нас в нашей текущей директории, потому что мы работаем в ней, появился файл шторм. Мы можем попробовать его даже, наверное, посмотреть. Cut. Шторм. Видим, да, то, что это файл, в котором просто два слова. Эхо и некое слово. Для того, чтобы этот файл превратить в команду, нужно сделать его исполняемым. Это тема следующих занятий. Мы сейчас немножечко просто вперед заглянем. Напишем chmod. ChangeMod. Плюс x. То есть, сделать его executable выполняемым. Сторм. С чем, с каким файлом выполнить эту операцию. То есть, мы делаем файл исполняемым. Сейчас на этом не зацикливайтесь. Он у нас для примера. И снова пишем лист. И видим то, что файл у нас позеленел. Если у нас файл позеленел, в наших настройках баши указано то, что зеленым отображаются у нас такие исполняемые файлы. И мы видим, что этот файл, собственно, исполняем. Теперь мы можем попробовать выполнить эту команду, которую мы только что с вами придумали. Шторм. И он нас посылает. Посылает он нас потому, что у нас по умолчанию оболочка ищет исполняемые файлы, которые мы пишем как команды, по определенному пути. Все эти пути можно посмотреть у нас в переменных среды. И вот мы с вами добрались до переменных среды. Значит, переменные среды – это определенные переменные, которые могут показать нам настройки текущей операционной системы. То есть это некоторые переменные. Как в алгебре у нас есть переменные, так и в Windows у нас переменные есть. Например, ComputerName или UserName. Так и в Linux есть переменные. Команда Env у нас показывает нам все наши переменные. Мы видим, у нас полно переменных. Вот у нас есть такое место, как Path. Путь. И он говорит нам, что для нашего пользователя будут искаться переменные вот по этому пути. UserLocalSbin, UserLocalBin, UserSbin и так далее. И мы видим остальные настройки для нашего пользователя. Мы видим язык у него, видим его домашнюю папку. Так как мы, в принципе, работаем из-под пользователя Симаев, из-под моего пользователя. Он нам показывает его переменные. Видите? Так как у нас по умолчанию только вот по этому пути ищутся исполняемые файлы, мы не можем вот так вот взять и запустить эту команду, не пойми откуда. Но мы можем запустить ее с полным путем. Так, чтобы посмотреть... Еще раз. Мы находимся у меня. И у меня есть файлик Storm. Чтобы посмотреть, в каком месте мы сейчас находимся, видите, у меня оснастка не показывает полный путь. Она показывает Teardew. Есть команда PVD, Private Working Directory. Показывает ту папку, в которой мы сейчас находимся. Я вижу то, что мы находимся в папке Home, Симаев. И отсюда можем по полному пути запустить Storm. И видите, срабатывает. Он выводит нам тот текст, который мы ему сказали. Вот это у нас полный путь к файлу. Видите, он начинается с обратного слэша. Обратный слэш – это наша корневая файловая система, корень, куда у нас монтируются все остальные папки. Мы давайте еще раз поглядим через ls-a все, что у нас есть. Видите, у нас есть скрытые вот эти вот файлы, которые начинаются с точки. И кроме того, у нас есть вот эти загадочные папки. Точка и две точки. Точка – это просто текущая папка. То есть, если я сделаю CD, точка, и выполню правильок в Working Directory, я вижу то, что я остался в той же папке – home. Симаев. А две точки – это подняться на уровень выше. То есть, сейчас я поднялся на уровень выше, правильок в Working Directory, и вижу то, что я нахожусь в папке home. То есть, через две точки мы можем с вами подниматься на уровень выше. Понимаете? Давайте вернусь я в свою папку. Я в ней нахожусь. К слову, почему вот здесь она у нас не показывает путь, а показывает тильду? Потому что у нас в одной из переменных среды, ПВД, указано то, что по умолчанию директория, с которой я начинаю работать, это home.semaev. Для нее, для нашей оснастки, для нашей оболочки, это и есть наша домашняя папка, откуда все стартует. Поэтому она здесь не показывает к ней полный путь, а показывает тильду. Давайте, значит, еще момент про точку. Мы можем с вами, как вы видели, написать вот так вот полный путь к команде, а можем указать полный путь через вот эту вот единственную точку. Вот она, верхняя левая точка. Эта точка говорит о том, что мы сейчас будем находиться в нашем каталоге. Мы можем писать просто точка, слэш, шторм. И видите, команда тоже выполняется. Это у нас путь из текущей папки, который просто под вот этой точкой понимает вот этот вот путь целиком. То есть вот так вот мы можем тоже запускать файлы без указания полного их пути через вот такую точечку. Дальше по переменным среды. Мы с вами, значит, давайте очистим экран. И еще раз выведем переменные среды. Вот мы видим, есть некие переменные среды. Мы можем добавить переменную. Мы можем сказать, что у нас есть, скажем, какая-нибудь переменная ABC. То есть сейчас у нас начинается, грубо говоря, обычное программирование, которое равна раз, два, три, например. То есть мы просто сейчас задали символьной последовательности ABC значение раз, два, три. Пока еще это не переменная. Это просто мы задали слову число. Чтобы превратить это в переменную, есть команда экспорт. Экспорт ABC. После того, как мы это делаем, мы можем снова вывести набор переменных среды. И видим то, что у нас появилась такая переменная ABC. Раз, два, три. Мы можем теперь работать с этой переменной, то есть прямо указывать ее в качестве, не знаю, аргумента, чего угодно. То есть можно писать, выведите нам. Эхо. Знак доллара – это знак, который обозначает то, что мы будем сейчас обращаться к переменной. ABC. Это раз, два, три. То есть мы сейчас можем эту переменную использовать везде, где угодно, где захотим. Мы можем отменить эту переменную командой unset. То была команда экспорт, а теперь команда unset. Unset ABC. Снова вывозим перечень переменных. И видим, что ABC исчезла. У нас ее здесь нигде нет. То есть через команды экспорт и команды unset мы создаем и уничтожаем переменные. Можем попробовать поработать еще с вот этой переменной среды. Вот наша переменная среда path, которая вот сюда вот везде ведет. Мы можем сказать, что переменная path равна текущему своему значению. То есть по сути мы вот этой командой ничего не делаем. Мы просто ее перезададим. Но зададим ей тоже значение. Но мало того, вы видите то, что наверху у нас пути указаны через двоеточие. То есть вот первая папка, двоеточие, вторая папка, в которую мы ищут исполняемые папки. Файлы потом снова двоеточие и так далее. То есть через двоеточие указаны пути к папкам, в которых у нас ищутся исполняемые файлы. Так вот, мы оставляем текущий путь и через двоеточие добавляем текущую папку. Я думаю, это должно быть вам понятно. Вы не можете мне сказать, если вам это непонятно. У нас не урок, а запись. Тем не менее. То есть сейчас у нас переменный path равняется самой себе, после чего добавляется еще путь в текущую папку. Нажимаю Enter, проверяю и вижу то, что в конце у меня появилась вот эта точка. Что это значит? Это значит то, что теперь у меня всегда будут еще запускаться файлы из того места, в котором я сейчас нахожусь. То есть я прямо сейчас могу еще раз убедиться, что я нахожусь в своей домашней папке. Я в ней. И прямо здесь без всяких указаний пути запустить свой шторм. И вот он срабатывает, потому что переменная теперь у нас будет среды указывать в мою текущую папку. То есть если я выйду на уровень выше, вы видите, теперь я нахожусь в папке home, и отсюда попробую запустить шторм, у меня ничего не получится, потому что сейчас я нахожусь в папке на уровень выше. И эта папка, она указана в переменной среде как папка, в которой можно искать шторм, но в ней, в этой папке у нас, как вы знаете, шторма нет. Здесь есть только папка моего домашнего пользователя. Ну это такой один из примеров, как работать с переменными среды. И немножечко не по теме сегодняшнего занятия, но если мы уже говорим об оболочке командной, есть у нас еще такие групповые символы или вайлчарты. Их очень много на самом деле, мы сейчас самые основные с вами рассмотрим, а вообще мы будем к ним еще возвращаться, наверное. Значит, давайте перейду я в свою папку. Вот так я ее указываю. Я указать должен ее относительный путь. Вот она. И создадим в ней несколько файлов. Итак, команда touch нам позволяет создавать файлы. Создадим файл. Один текст, два текст, три текст, четыре тексты. Просто пустые файлы с таким именем. Пять текст, проверяем. Вот у меня эти файлы создались. Итак, переменные, непеременные, как они, групповые символы. Если мы хотим вывести все файлы, которые кончаются на txt, мы указываем звездочка, точка txt. То есть, значок звездочки заменяет собой любое количество символов. Мы видим, вот они, наши пять символов. Звездочка заменяет, как я говорил, любое количество символов, поэтому мы можем написать звездочка, точка t, звездочка. И он нам все равно показывает все то же самое. То есть, он сейчас звездочкой заменил последние две буквы xt. То есть, так мы можем осуществлять работу с выводом перечня каких-то файлов. Есть значок вопросительного знака, который заменяет только один символ. То есть, сейчас он будет искать у нас все файлы, которые после точки имеют букву t и еще какую-то вторую букву. Только одну букву. Поэтому, когда мы нажимаем Enter, он говорит, нет таких файлов или каталогов, потому что у нас нет таких файлов или каталогов. А если мы напишем t, допустим, упростительный знак t, он нам выводит наши файлы. То есть, звездочка у нас заменяет собой любое количество символов. Упростительный знак заменяет собой только один символ. Если мы хотим с вами получить информацию о каком-то диапазоне, тогда мы с вами пишем ls, квадратные скобки, и пишем диапазон, который нас интересует. Допустим, с первого по третий точка txt. То есть, мы ищем с вами файлы, которые начинаются на 1, 2 и 3, и после точки имеют txt. И он нам их выводит. Мы можем комбинировать. Мы можем щедро напихать сюда звездочек, выбросительных знаков, чего угодно. Мы можем с вами создать последовательность некую. Например, мы можем с вами написать touch, создать, фигурные скобки и создать файлы, допустим, 6, 7 и 8 точка txt. Проверяем. Они у нас тоже создались. То есть, из текущего урока вам нужно понять, что у нас есть звездочка, которая заменяет любое количество файлов. Вопросительный знак заменяет только один какой-то, не файл, знак, символ. Квадратные скобки – это диапазон, фигурные скобки – это некая последовательность, которая может подставляться в качестве аргумента для выполнения команды. Символов еще очень много есть. Слыши, обратные, наклонные, кавычки одинарные, двойные, кавычка, которая у нас находится на русской букве «ё». Мы с ними будем потихонечку сталкиваться, и я буду о них по ходу дела рассказывать, чтобы сейчас вас не грузить. Значит, еще что у нас сегодня идет по LP. Uname – такая команда. Показывает, какая у нас операционная система. Но я думаю, в Linux мы и так догадывались. Если написать Uname – A, он нам покажет уже поконкретней. У нас с вами Ubuntu. И он показывает, какая версия, какое издание, когда была выпущена и все такое. И ядро даже Linux тоже показывает. Дальше у нас с вами есть команды файл. Это все справочные команды, мы добрались до справки. Мы можем сказать файл Storm наш. Что это за шторм? И он говорит, что это просто текст. Потому что, вы помните, мы сами его создали. Это команда эхо с каким-то там набором символов. То есть, мы можем сказать файл. И если укажем на картинку, он нам скажет, что это, допустим, какой-нибудь bitmap image с таким-то расширением, с таким-то количеством цветов, или векторная графика, или какой-нибудь сценарий. То есть, команда файл нам выводит то, чем является данный файл. Есть еще команда whatis. Такая тоже справочная команда. Что такое, например, Linux Loader, Lilo. Не может нам ничего найти, потому что у нас в него не установлено. Может быть, whatis.history давайте попробуем. Whatis.history. Говорит, что history это библиотека, вы видите, команд истории, библиотека и команд, связанных с историей. То есть, через whatis мы можем задавать вопросы. Давайте попробуем и спросим его про мой текстовый редактор любимый. Beimproved. Вот он нам показывает, что это улучшенный текстовый редактор. Такая справочная информация. Со справочной информацией разобрались. Давайте очистим экран. Это все не очень интересно, поэтому тороплюсь так. History показывает историю выполненных команд. Видите, вот мы с вами уже выполнили огромное количество команд. Он все их запомнил. Можем двигать стрелочкой вверх, как вы знаете. Чтобы повторить какие-то команды, я обычно делаю стрелочкой вверх, стрелочкой вниз и ищу то, что мне нужно. То есть, стрелочками мы передвигаемся по истории команд. Что бы вы имели в виду. Дальше у нас есть с вами табуляция. Такая таб, которая расположена над капслоком. Мы можем написать начало какой-нибудь команды или начало какого-то файла или папки. И попробовать дополнить табуляции. Вот я нажал таб два раза. И он говорит, что с пи у него начинается огромное количество команд. Если я скажу, что меня интересует команда pid-off. Я нажимаю pid. И я вижу, что у меня нет больше никаких команд, которые у меня заканчиваются на букву D. Где третья буква D. Нажимаю табуляцию, и он сам ее дописывает. То есть, через табуляцию я всегда дополняю что-то. Например, когда я с вами хочу перейти в папку home, а потом в папку simaev, я пишу cds, нажимаю табуляцию, и он сам ее дополняет. Потому что у него только одна папка в текущей директории начинается на букву S. То есть, через табуляцию мы можем с вами дополнять команды, пути, все что угодно. Так, по history я вам еще не показал, кстати. По history у нас есть с вами хороший очень мануал по команде history, потому что это на самом деле серьезная команда. Man history. Man у нас ищет мануалы. И он нам показывает вот такой вот мануал, вы видите. Мы можем по нему погулять и нажать в Q, чтобы выйти из него. И он рассказывает нам, что это за команда, как ей пользоваться, какие у нее есть аргументы, операторы и так далее. Такая серьезная, полная команда по работе с историей. Надо было Q мне нажать. Вот так вот вышли из нее. И давайте, например, поищем, раз мы уже добрались до мануалов, найти все мануалы, например, которые связаны с ключом, минус K, минус K, ключ, HTTP. И он говорит, что у него есть вот два мануала по HTTP. Это TS-GET и какой-то у него тут перловский модуль. По нему у него тоже есть мануал, который относится к HTTP. И еще я чуть было не забыл вам показать команду, которая нам позволяет выполнять команды, игнорируя текущие настройки оболочки. То есть сейчас мы с вами вот находимся в моей домашней папке и видим то, что какой-то файлик у нас зеленый, какой-то синенький, какой-то беленьким обозначен, какой-то может быть жирненьким, какой-то может быть будет красненьким. Это все мы указываем в нашем файле, вот этом bash.rc, на который ссылается профиль нашей оболочки. Если мы хотим выполнить команду, игнорируя эти настройки, мы пишем вначале exec, то есть выполнить execute. И пишем какую-нибудь команду. Например, ту же самую команду ls-a. И вы видите, он выводит все одинаковым шрифтом абсолютно. То есть он сейчас выполнил команду, игнорируя все наши настройки профиля. Это бывает иногда полезно. Мало того, что он это сделал, он сейчас еще и вышел из нашей оболочки текущей. Он выполняет это, так скажем, в глобальной общей оболочке. Чтобы вернуться в нашу родную оболочку, нам нужно ее снова вызвать командой bash. И мы снова в нашей оболочке. Если мы снова с вами сделаем ls-a, у нас все будет красиво с нашими шрифтами, и с нашими настройками, и со всем прочим, что мы могли указать. Давайте подводим итог, что мы с вами сегодня успели выяснить. Мы разобрались, что у нас бывает несколько командных оболочек, и по LP мы разбираемся с нашей родной для Ubuntu башем. У нас есть с вами определенное количество команд, таких как touch, echo, cut, с которыми мы уже с вами работали, которые выводят туда-сюда информацию. У нас есть такое сокращение, как точка и двойная точка. Точка – это путь к текущему каталогу, двойная точка – это подняться на уровень выше. Мы с вами поняли то, что есть переменные среды. Мы с вами создали переменные среды, уничтожили, отредактировали, поработали с переменными среды. Мы поговорили о том, что есть у нас групповые символы, звездочка, упростительный знак, квадратные точки, фигурные скобки, огромное количество разных кавычек. Мы до них еще будем потихонечку добираться. У нас есть большое количество команд по работе с информацией. Это команда, допустим, файл информации о текущем файле, whatis, которая выводит информацию о том, что вы хотите ее спросить. История есть команда, есть команда man, мануалы, которая у нас может что-то находить. В принципе, это все, что они хотели, чтобы мы знали по оболочке на данном этапе. А все сложнее, что у нас будет встречаться там дальше. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Я, как закончу этот курс, я выложу его в приемлемом качестве на Root Tracker, наверное, чтобы там тоже он был. Спасибо, что смотрели.